Приветствую вас, и вы знаете, интересно, что вы задаетесь с этим вопросом. Вопросом, зачем мужчине нужна семья. Понимаете, в чем дело? Вы говорите, ну, про отношения с женой я не буду говорить, об этом скажу позже. Может, для того, чтобы сделать предложение рода, детей решили, опять же, вопросы, зачем все это, сколько клопот и забот появилось. Понимаете, в чем дело? Вот этот вот момент, когда человек говорит, зачем ему дети, но при этом говорит о том, что надо продолжить род, что здесь всегда возникает социальный конфликт. То есть, как это проявляется? Ну, вот вы говорите, что семья для того, чтобы продать род. Да, отчасти. Только мы не понимаем, что и продолжить род можно вне семьи, равно как и заниматься сексом тоже вне семьи можно. Преврешенно спокойно. То есть, семья это как бы приемлемая для общества форма отношений между людьми, приемлемая для общества, в которой эти люди занимаются и сексом, да, и заводят детей. Но проблема заключается в том, что изначально семья является целью только для общества. не является целью семья для самой достаточного и уважающего себя человека. Я имею в виду, уважающего себя не в том плане, что он уважает себя, а я имею в виду немножко здесь другое. Я имею в виду, что уважающего себя человека, я подразумеваю под этим, тот человек знает, чего он хочет. Вот чтобы вы правильно меня поняли, а то еще подумайте что-нибудь нехорошее. Вот. Для такого человека семья не нужна. Он понимает, что ему нужна женщина. И с этой женщиной он хочет строить отношения. И он с ней, как это не продакциально может быть прозвучить, но он с ней и строит эти самые отношения. А дальше, дальше, происходит следующее. Мужчина, выстраивая отношения вот с такой женщиной, однажды понимает, что хочет прожить с ней всю жизнь, например. И начинают они вместе жить. И как-то само собой приходит желание жить вместе официально, да, как-то само собой приходит это желание. То есть человек чувствует, что готов сделать эту женщину, а женщина в свою очередь как-бы тоже начинает думать, что она готова сделать этого мужчину, а частью, частью своей семьи. То есть хочет сделать этого человека своим родным человеком. И она это делает. И вот семья нужна для того, чтобы фактически человек стал родным частью вашей семьи. Понимаете? И если этого нет, то есть я имею в виду, если желание делать человека родным, нет. То есть, если желание делать что-то для другого тоже нет. А ведь впоследствии, опять же, например, мужчина любит женщину, он с ней живет, и он обязательно понимает, что он хочет с ней иметь детей. Он становится достаточно зрелым для того, чтобы становиться родителем. Он понимает, что для себя он пожил. То, что хотел для себя он сделал. И теперь пришло время уже заботиться о других. И вот если это происходит, если это происходит, то человек начинает хотеть детей. Как раз таки то, о чем, ну, например, о чем мы, о чем вы, точнее, вы говорите. То есть и семья, и дети. Это не обязанность. Это форма реализации отношений между двумя людьми. Именно форма реализации. Ни в коем случае это не обязанность. Но наше общество построено так, что оно как бы заставляет человека создавать ячейку общества, потому что это необходимо, потому что это нужно, потому что это требуется самому обществу. То есть общество действует само по себе именно вот тоже в таком вот не очень хорошем контексте. Общество действует в своих интересах давяным человеком, помогая, точнее, давяным человеком и провоцируя его на то, чтобы он сделал то, что хочет именно оно. Общество, то есть я имею в виду, а не человеком. И из-за этого иногда создаются браки, в которых люди бывают несчастливы. Иногда из-за этого создаются браки и рождаются дети, которые точно не являются счастливыми. То есть человек, люди заводят детей для того, чтобы чего-то достичь, люди создают семью для того, чтобы чего-то достичь. Это не есть правильная семью, надо создавать только в том случае, если вы действительно реально созрели для этого, если вы реально готовы к этому, если вы реально хотите этого. Если вы встретили человека, с которым вы чувствуете, что вот могли бы вы с ним там, например, прожить, допустим, всю жизнь. И что вы хотите с этим человеком разделить все свои горести, все свои невзгоды, печали и так далее. То есть семья – это не цель. Ее неправильно понимают, к сожалению, многие люди. Семья – не цель, семья – форма. Форма реализации отношений между людьми. Но ни в коем случае это не самоцель. То есть семья не может быть самоцелью, в принципе, это неправильно. Семья не может быть самоцелью. И поэтому, когда мы говорим о мужчине, для чего мужчине семья, то ответить можно так. Что семья мужчине нужна для того, чтобы было куда и как реализовывать свою энергию, реализовывать свои силы, если человек уже сам для себя, по сути дела, пожил. Но ни в коем случае, ни в коем случае семья не является тем-то, что нужно делать как-то, вот знаете, через силу, там, я не знаю, преодолевая себя и прочее, прочее, прочее. Вот это вот ни в коем случае не нужно думать, да, так хотело бы общество, чтобы вот так было, так хотело бы общество. Но это не есть правильное, то, что хотело бы общество. Так, это довольно порочная схема, довольно порочная позиция, которая ни к чему хорошему совершенно не может привести, в принципе. Вот, я надеюсь, что этот момент мы, ну, надеюсь, что этот момент у меня получилось вам прояснить. Значит, вы пишите о том, что, какой смысл для вас в семье. Смысла не будет, потому что семья без людей лишена всякого смысла. Семья имеет смысл только тогда и только в том случае, если есть партнер, если есть два человека, если есть представление о том, какая вообще может быть семья, какой может быть союз, союз. Какие могут быть общие, там, ну, общие дела, общие планы, общие, там, стремления, общее что-то. Вот только так, только так можно говорить о семье, а не в отрыве. Да, есть семейные ценности. Но, но, опять же, стоит понимать, что семейные ценности – это некое-некое такое абстрактное рассуждение, вытекающее из более общих ценностей. Из более общих ценностей именно ваших, как вот, ну, как, как вы их понимаете, более общие ценности, ваши более общие ценности. И все равно эти более общие ценности, они все равно как бы оформляются, когда вы вступаете в отношения с другими людьми. И они как бы подстраиваются под отношения с другими людьми. И нужно, чтобы вы все равно видели другого человека. Без другого человека ничего невозможно. Нет семьи, нет семьи, когда только один человек. Именно поэтому люди часто, имея фактическую семью, фактическую семью, фактическую семью, не имея формальную семью, фактическую семью, фактическую семью. Потому что семья – это все-таки ценность. И эта ценность, как это обычно бывает, намного шире той формы, в которую ее пытаются поместить. Понимаете, в чем дело? И чтобы предположить, что у вас был некий неудачный опыт личных отношений, которые заставили вас озадачиваться такими вопросами, и, соответственно, побудило вас к тому, чтобы изучать литературу. Правда здесь заключается в том, что психологическая литература вам не поможет. Опять же из-за того, что дело даже не столько в терминах, сколько в том, что, понимаете, любая литература нуждающимся человеком становится субъективно, исходя из своих взглядов. Как правило, не решает проблему, потому что любая литература – это, в первую очередь, объект для исследования, изучения, изучения всестороннего, холодного, трезвого. Но никак не поиск каких-то знаний. Точнее, неправильно я бы сказал, не поиск ответов на свои вопросы. Поэтому по всем психологическим вопросам вам лучше обращаться именно к психологу. И провести хотя бы несколько консультаций, как минимум одну, с тем психологом, которого вы выберете, для того, чтобы с ним решить эти самые ваши вопросы и понять, откуда у них растут корни. Потому что подобные вопросы появляются не просто так. Если подобный вопрос появился, значит, у вас что-то волнует. Если подобный вопрос появился, значит, вас что-то беспокоит. Если подобный вопрос появится, значит у вас кризис, кризис ценностей, ваших ценностей, и с этим этот кризис нужно пережить с наименьшим для себя ущербом, а помочь это сделать может только психолог. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь вам. Пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...